итак сейчас меня все время спрашивает почему в маске вот сейчас мы только с оператором оператор в маске я без маски потому что я постоянно нахожусь в круге у тех у которых возникают какие-то проблемы если я выхожу с своего кабинета у кого-то болит спина у кого-то болит голова не приходится потихонечку поправить перчатки заменила побежала к следующему поправила что-то сделала захожу к своим докторам смотрю какие проблемы вот сегодня мы столкнемся с той проблемы из-за чего мне приходится эти перчатки менять за день несколько раз в день потому что я постоянно подхожу к какому-то новому пациенту и так боль в спине мы с вами убираем через желудочно-кишечный тракт сегодняшний день опять у нас состоялся с этой же самой проблемой когда мы разбирались согласно со мной что мы разбирались сегодня с проблемой которая была в спине которая мучает уже сколько времени получается пациента неделя больше больше недели и никак не уходит боль в спине итак смотрим с вами внимательно когда возникает боль в спине с давлением нервных окончаний когда у нас идет воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте в бронхолегочной системе и значит у нас продукты воспаления в данном случае мы поймали точку 6 грудного позвонка вы можете не разбираться какой грудной позвонок руку положили от желудка провели прямую линию на спину и вы поняли что продукты воспаления при гастрите ни одного заключения гастроэнтерологов без наличия гастрита с эрозивно-язвенным поражением слизистых нет сегодня нет ни такого пациента пришлите мне кто-нибудь свои исследования чтобы у вас не было там гастрита и так продукты воспаления желудка попадают в лимфу которая нарушает анатомическое положение позвонка и поэтому сдавливается сдвинутым лимфой позвонком сдавливаются нервные окончания еще раз посмотрите внимательно вот здесь мы видим желудок эрозивно-язвенный процесс идущий в желудке приводит к увеличению лимфатических узлов под диафрагмальных как это происходит при ангине и эти лимфатические узлы посмотрим внимательно вот здесь у нас показан позвоночный столб нарушают кровоснабжение позвонков приводя к смещению их их сдавлению нервного окончания застою закислению боли и так если мы с вами имеем проблему идущего воспаления в желудке значит кладем кулачок или кладем пальчик у нас пальчиком получилась система до нас пальчиком получилось убрать эту тему да вот и потихонечку не напрягая плеч начинаем работать с областью желудка то выпихиваем свой живот то убираем его назад не вверх а назад подышали животом большой живот сделали маленький живот сделали большой живот сделали маленький живот сделай вы убрали лимфостаз под диафрагмальных лимфоузлов и нервные окончания освобождаются ушла боль совершенно сколько мы работали минут пять пять минут мы работали по устранению боли в спине через желудок если у нас воспаление очень частая проблема идет крестцово-копчиком отделе позвоночника значит мы имеем воспалительный процесс тонкого кишечника вот он тонкий кишечник дают нам проблему первого позвонка и поясничного и мы имеем 12 позвонка грудного значит пока мы не научимся двигать животом спереди тоже можно положить ручку можно просто делать диафрагмального дыхания постов о диафрагмальном дыхании у меня достаточно и в течение дня вы наконец уберете то механическое сдавление нервных окончаний который образовал лимфостаз висцеральный от идущего воспаления не можем не стресничать не можем не убирать застой желчи его заброс желудок тогда занимаемся с вами диафрагмальным дыханием убирая последствия и этого воспаления прекрасно жить без боли в спине отлично поэтому слава богу у нас есть методики но осознанные методики откуда проблема идет с того и начинаем лечение здорового позвоночника и отсутствие боли